Антониево-Дымский мужской монастырь За свою долгую историю обитель три раза закрывалась и была полностью разрушена, три раза чудесно восставала из праха и пепла, и сегодня вновь возрождается здесь монашеское делание. 7 июля православный мир празднует день преподобного Антония Дымского, который своими мощами пребывает в основанном им монастыре. В этом году паломников собралось в обители особенно много, но и в любое время года за сотни и тысячи километров приезжают сюда богомольцы, чтобы почтить память угодника Божия и припасть к его честным останкам. Паломники говорят, что единожды побывав в этом монастыре, обязательно приедешь снова, потому что благодать Божия, которая даруется по молитвам святого преподобного Антония Дымского, велика есть. Пусть иди, Богу так было угодно, что мощи святого преподобного Антония долгое время находились под спудом, дабы не были поруганы ни нашествием иноплеменников, ни своими собственными сородичами в страшную лютую годину 20-го столетия. И сегодня, молясь в этой пока еще действительно до конца неустроенной обители, мы не должны унывать, отчаиваться или как-то сильно расстраиваться. Наверное, совершенно естественно происходит процесс, когда обитель устрояется вместе с внутренней жизнью. И поэтому совершенно естественно, когда вместе с восстановлением молитвы, с восстановлением добрых дел, с восстановлением дел любви и милосердия, созидаются храмы. Это происходит и в этой святой обители. Я желаю вам, насточтимый отец Игумен, Игнатий, вашей братьей, помощи Божией в тех трудах, которые вы здесь совершаете. Два состояния есть у монаха. Это труд и молитва. И двумя этими добродетелями человек, который отдал себя полностью в удел Богу, спасается. Ваше Преосвященство, дорогой ладыка Амбросий, благодарность, пожалуйста, примите от нас вид Антонио-Ладымского монастыря. Конечно, это не настоящий вид. Это вид, когда монастырь был в 19-м столетии. Но я надеюсь на то, что молитвенным представительством преподобного Антония Господь поможет восстановить эту древнюю святыню. Сегодня действительно для нас очень радостный день тем, что мы имеем возможность молиться в этом восстанавливающемся храме. Несмотря на то, что вторая половина храма, там капает дождь, но та любовь, которая собрала нас здесь, молитвой преподобного Антония Дымского, она побеждает все те искушения, все эти невзгоды, неприятности, которые нас подстерегают. После литургии крестным ходом с мощами основателя обители богомольцы пошли к Дымскому озеру, расположенному вблизи монастыря. Предание рассказывает, что преподобный Антоний посреди озера нашел большой камень-валун. Верх камня едва выглядывал из-под воды. Когда воды поднимались, камень исчезал под ними, когда опускались, вновь показывался. Антоний приплывал на лодке к камню и подолгу молился один среди чистой глади вод. В 1994 году на Дымском озере у камня был установлен четырехметровый деревянный крест. Знаменательно, что большинство посмертных чудес святого Антония, записанных в монастырских рукописях, совершалось через замовение в Дымском озере, которое впоследствии за молитву преподобного получило второе наименование – Святое. Сегодня на берегу озера возведена каменная часовня, освященная в день памяти преподобного. В старину, когда паломники шли в Тихвинский монастырь по Вологодскому тракту, они обязательно заходили в древнюю Антонию-Выдымскую обитель, находящуюся неподалеку. Омывались в Святом озере, переоблачались в чистые одежды, кланялись честным мощам преподобного Антония Дымского и только тогда шли к чудотворной Тихвинской иконе. И было у них такое присловие – «Кто у Антония не бывал, того Тихвинская не принимает». Тем более, что и память святого Антония всего за два дня до праздника Тихвинской иконы Божией Матери. Существует предание о том, что Антоний заповедовал, чтобы бокомольцы не входили в обитель, не омывшись прежде в водах Святого озера. Впоследствии возник особый обычай – плавать вокруг камня с молитвой преподобному. Множество болящих людей исцелялось этим благодатным купанием. Я верю и знаю о том, что преподобный очень многим помогает. Помогает своей молитвой, помогает и просит у Господа заступления у тех людей, которые приходят к его святым мощам помолиться, окунуться в водах Святого озера. И многие получают исцеление. Не только телесное, но в первую очередь духовное исцеление. Говорили так – кто не был у Антония, того Матерь Божия не примет. Поэтому, я думаю, что Божие благословение, которое присутствует на этом месте, и молитва преподобного, она покроет всех нас своей любовью, своим терпением. И самое главное – поможет нам изменить свою внутреннюю греховную жизнь к лучшему. Преподобный и богоносный отец наш Антоний, дымский чудотворец, представился в 1273 году. По окончании своего земного пути он остался заступником для всех, прибегающих к нему, с искренней молитвой. Вся эта часовня выложена именно по кирпичику из этого кирпича, на котором написано имя жертвователя, того паломника, который сюда в свое время покупал кирпич, приходил и преподал к мощам преподобного. Сейчас идет возрождение, но оно идет, конечно, искрами. И для того, чтобы приобрело это какую-то такую вот определенную массовость, для того, чтобы культура нашего народа русского, который всегда был культурный, всегда был глубоко верующий народ, все это возрождение, оно невозможно без возрождения святыни. Таких конкретных мест, как Антонио Дымский монастырь, какие бы сложности, перипетии, судьбы не были у этого монастыря, какие набеги там шведов, там и татары, и сколько тут всяких войн прошло по этой территории. Тем не менее, случилось по воле Божьей так, что и мощи обнаружились, и все это сохранилось, и место сохранилось, и монастырь не превратился в груду развалин камней, которые мы наблюдаем там в других частях и света, и земли. А все это, все по воле Божьей, все сохранено, и наоборот, потихонечку восстанавливается. Цель у нас, конечно, была не просто велопоход, а именно велокрестный ход. То есть это немножко отлично от велопохода. То есть мы в основу ложили, это, конечно, посещение святых мест, источников, молитву. На службах бываем, причащаемся. Ну и приобщаемся к тем святыням, которые мы посещаем на этом пути. У нас в Новгороде мощь преподобного Варлама. Преподобный Варлам был учителем преподобного Антония. И, конечно, мы считаем, что преподобный Антоний наш новгородский святой. Конечно, как же ему не поклониться? Ну, Антония Дымского, во-первых, все равно чувствуется, что она, пускай медленно, но она возрастает, и возрастает она именно теми трудами, которые, видимо, Господь дает тех, кто здесь трудится, тех, кто молится за нее. Потому что можно порой видеть быстрое возрастание обители, а есть не очень быстрое. Но в данном случае сколько раз мы сюда приходили, ощущаем как бы то благодатное присутствие, которое здесь чувствуется, благодать Божия, которое укрепляет и притягивает, и хочется еще и еще раз пребывать сюда, несмотря ни на какие трудности. Не оставляет своим попечением возрождающуюся обитель, правящий архиерей, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. И впоследствии что будут подображать? В конце 20 века Дымский монастырь представлял из себя жалкое зрелище. Ни храмов, ни монастырских врат, ни стен. Казалось, что не скоро придет время собирать камни. Зимой 97 года разрушенный монастырь был передан церкви, и началось его постепенное возрождение. И сегодня 14-й монастырь Санкт-Петербургской епархии живет, собирая к своим святыням многочисленных паломников из разных уголков России. В трудные минуты, когда бывает, не знаешь, откуда помощь должна прийти, и придет ли она или нет. И вот тогда человек обращается к Творцу своему, и милостивый Господь устраивает совершенно неожиданным образом, устраивает и удовлетворяет наши молитвы, и помогает нам найти вот эти святые места, когда-то разрушались, когда-то совершенно сносились, а теперь, слава Богу, снова возрождаются. Мне хочется от себя лично и от братья обители преподнести вам в подарок образ преподобного Антония Дымского с частичкой его святых мощей, и чтобы преподобный всегда вас защищал, всегда помогал, укреплял, и был молитвенником и ходатым перед Господом. Спасибо, Господи. Спасибо. Владыка Владимир посетил вновь построенную часовню преподобного Антония на берегу Дымского озера. Раз сейчас пошел процесс на укрепление, на расширение, на создание или возрождение монастыря, я думаю, что это вот как раз тот процесс, когда начинается серьезное дело, и это будет радость не только для граждан Петербурга, но, думаю, из других епархий будут ехать к нам паломники на молитву. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова